В 1896 году императором Николаем II для воспитания и профессионального обучения детей-сирот были созданы приюты. Возрожденные Ольгинские детские приюты трудолюбия действуют в поселке Парголово Ленинградской области. С подробностями наши санкт-петербургские коллеги. Первый Ольгинский приют был учрежден императором Николаем II во знаменовании рождения дочери Великой Княжны Ольги. К 1917 году было построено 36 таких приютов, в которых дети-сироты воспитывались, обучались, получали профессиональную подготовку. В наше время эта традиция успешно возрождается. Семь лет назад инициаторами проекта выступили генеральный директор компании Дальпетерстрой Аркадий Скоров и руководитель благотворительного фонда «Наши дети. Будущее Отечество» Александр Поспелов, который, к слову, тоже воспитывает много детей. Это такой стимул, который позволяет нам всем, попечительскому совету, группе компании Дальпетерстрой, нашему благотворительному фонду находить в себе, казалось бы, силы из безвыходных ситуаций. Иногда просто бывают такие трудности, которые, прежде всего, конечно, финансовые. Прежде всего, трудности с тем, что надо обеспечить непрерывный цикл строительства, ведь его же нельзя как-то остановить. Надо все время строить, строить и строить. Поэтому я считаю, что дети, которые находятся здесь, находятся на празднике, они и передают, и передавали, и будут выдавать нам эти силы. В основу проекта заложен жизненно важный принцип. Каждый ребенок имеет право на воспитание в семье. Здесь участники проекта из детских приютов обретают родителей и дом. Смотри на этот проект и на эту деревню, знаете, вот что думаешь? Задайте себе вопрос, а ты бы хотел здесь жить? Вот я хочу. Потому что, с одной стороны, город вот он, да, вот совсем рядом. А с другой стороны, у тебя здесь участок, у тебя огромный дом. А вот это вот самая настоящая деревня в том самом понимании, в русском понимании, которое было когда-то. Мы ведь теряем тот принцип дружбы. Кроме того, в Ольгинской деревне есть храм во имя Святой Равнопустольной Ольги, где регулярно проходит богослужение. Желание самих людей, самих жителей, которые здесь живут, которые будут жить, чтобы прежде всего доминантой в их микрорайоне был храм, как это и было когда-то на Руси. Всего в Ольгинском приюте находится 19 многодетных приемных семей. В них воспитываются больше 150 детей-сирот.